Вечер пятницы, время читать правду севера в эфире газета на ТВ. Здравствуйте! Не будь дурой, читай Достоевского в год литературы. Да, статья под таким заголовком, кого угодно заставит обратиться к классике. Журналист правды севера Мария Отрощенко отправилась в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в народном чтении великого романа «Преступление и наказание». Да не где-нибудь, а в витрине одного из магазинов, книжных магазинов. Сегодня Мария у нас в гостях. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, о дне Достоевского, так называемом «дне до», я думаю, не знают немногие архангелогородцы, а вы-то откуда о нем узнали? Узнала, наверное, в прошлом году, отправляясь в очередную поездку в Санкт-Петербург. Тогда узнала уже о празднике постфактум, о том, что он прошел. Жутко расстроилась, потому что Достоевский, мой самый любимый российский писатель, классик, загорелась этой идеей побывать. И вот уже в этом году, собираясь в Питер, в очередной раз узнала, что попадаю на праздник. Но праздник проходит в день в соответствии со строками первыми преступления и наказания в начале июля, в чрезвычайно жаркое время. То есть, в общем-то, спонтанно выбранный день, достаточно неформальное мероприятие. Ну, а каким образом оно вообще зародилось? Ведь проходит уже пять лет День Достоевского, собирает гостей из других городов, при достаточно таком, как я уже сказала, неформальном формате. Что за идея? Когда она родилась вообще? Ну вот, идея праздника зародилась в 2010 году. Праздник, один из организаторов его... Один из организаторов праздника городской музеи Федора Михайловича в Санкт-Петербурге, в Кузнечном переулке. Я бы не сказала, что он настолько уж неформальный, в празднованиях участвуют различные учреждения культуры города, библиотеки, музеи, театры. То есть... Достаточно все серьезно. Масштабно все. Ну, вернемся к вашим приключениям. То есть, вы свой недолгий отпуск решили потратить на поездку в Санкт-Петербург, и вы заранее уже выбрали площадку, там, где вы будете принимать участие. Площадок было много, вот расскажите об этом выборе, и почему вы сделали именно такой? Выбор был очень мучительным, потому что площадок действительно было очень много. Хотелось бы разорваться или побывать в нескольких местах одновременно, потому что действительно просто разбегались глаза. Ну, например, а что происходило в Петербурге в день Достоевского? Множество событий развернулись на Невском проспекте. Например, вот тоже народное чтение в витрине книжного магазина. Через дорогу буквально пластические интерпретации четырех произведений классика, хореографические, «Четыре сна Федора Михайловича». Еще там же по Невскому ходили гигантские куклы-марионетки, которых мне, к сожалению, вообще не удалось застать, как-то они мимо меня прошмыгнули. Но вы выбрали чтение «Преступление и наказание», причем в витрине. Вот расскажите, как это было. Да, вот почему-то перспектива получить юбилейную открытку меня как-то соблазнила, да и вообще заинтриговала эта возможность прямо в витрине. Вы пишете об этой открытке в статье. Давайте поясним, что это за открытка, почему она юбилейная, и почему вы так хотели ее получить. Юбилейная она, потому что в этом году исполняется 150 лет с рождения, можно так сказать, «Преступление и наказание». 150 лет назад Федор Михайлович отправил известному российскому издателю Михаилу Никифоровичу Каткову первую черновую рукопись романа. Катков в то время был редактором журнала «Русский вестник». Ну и вы, в общем-то, прям за этой открыткой отправились в Санкт-Петербург, настолько хотели ее заполучить. Ну и не сказать, что прям я такая корыстная, вот за открытку и все. И так читать Федора Михайловича большое удовольствие. Тем более при таких необычных обстоятельствах. Да, вот давайте еще вернемся к этим обстоятельствам. Вы стояли, значит, в очередь, да, чтобы попасть в эту витрину и прочитать отрывок. Да, оказывается, желающих стать такими чтецами очень много. Само мероприятие напомнило мне вот какую-нибудь «Открой рот» и мероприятие, аналоги, которые проводятся по всей России. Участники были разновозрастные, молодые девушки, мои ровесницы, представители старшего поколения, среднего возраста. Это, мне кажется, от студентов до самых разных, до представителей самых разных профессий. То есть прохожие могли слышать ваше чтение? Да, да, конечно. Конечно, прохожие стояли снаружи на Невском, обратившись к витрине, а чтецы вот из магазина заходили в витрину по очереди. Ну а вы не слышали предыдущего чтеца? Практически нет. Я не думаю, что это было прям-таки заранее запланировано, но мы стояли, волновались и не совсем понимали, что там происходит за занавесом. Вот мне очень понравилась ваша фраза, позвольте я вас процитирую, по большому счету самый главный вопрос, который волновал всех, без исключения чтецов, в очереди успел ли Раскольников убить старушку? Почему это так волновало присутствовавших? Ну я думаю, убийство Алены Ивановны это вообще один из кульминационных событий, одно из кульминационных событий романа, да и то такое драматичное. Я думаю, не то чтобы прям этого боялись чтецы, скорее наоборот был некий такой азарт, может быть кто-то действительно не хотел вот все это воспроизводить. То есть кто-то хотел, кто-то не хотел получить этот отрывок, но вам повезло, Раскольников уже, насколько я помню, уже расправился с Аленой Ивановной. Смысл названия у вас описан тоже в вашей статье отдельным абзацем. Не будь дурой, читай Достоевского в год литературы. Вот так, по-простецки, без затей выражала свою идею труппотеатра, открытое пространство. Был в этом какой-то китч, что-то от советской агитки, но такова, видимо, была артистическая задумка. Вот в связи с этим у меня вопрос. Действительно это хороший ход совмещать, как вы правильно, как мне кажется, обозначили китч и классику. Вы пишете о том, что в конце всего действия Достоевский, то есть артист, да, явился публике в очках, в кедах. Вот такое совмещение, оно действительно привлекает молодежь к классической литературе? Я думаю, тут, конечно, существуют свои границы, чтобы этот китч не переходил к грани дозволенного, возможного. Но все-таки я не настолько ортодоксальный поклонник творчества Федора Михайловича, чтобы прям заявить, ах, он перевернулся в гробу, какой ужас. Все-таки, в принципе, это было довольно любопытно. Я, может быть, не обладаю настолько прям культурологической компетенцией, чтобы вот трактовать всю глубину вот этого сценического действия. Но, думаю, да, наверное, вот такой Достоевский, Достоевский хипстер вполне мог как-то заинтересовать тех из присутствующих, которые, может быть, оказались там случайно. То есть вы, вернувшись, прочли что-нибудь из Достоевского, что-нибудь для себя открыли? Как раз вот буквально на днях зашла в один из книжных магазинов города и прикупила себе униженные оскорбленные. А в следующем году, Маша, поедете на день до в Санкт-Петербург? Нужно будет посмотреть программу. Надо будет еще подумать. Думаю, да. А что бы хотели прочитать в следующем году? Вряд ли «Преступление и наказание» будут в витрине читать. Вот о чем бы мечтали? Что бы мечтали донести публике из Достоевского, конечно? Ну, вообще, любое произведение Достоевского достойно того, чтобы его донесли. И читать одно удовольствие. И я сама когда читаю, просто наедине с собой, иногда вот прям такие вдруг начинаю читать вслух, как-то с выражением, как будто меня кто-то слушает, потому что некоторые диалоги, монологи в том же «Преступление и наказание» или в «Идиоте» или в «Братьях Карамазовых» — это просто шедевр. Просто хочется действительно стать актером и читать. Маша, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо большое за вашу статью. До встречи. До встречи. Читайте классику, смотрите газету на ТВ. Мы увидимся через неделю на телеканале ПС и интернет-портале «Правда Севера». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова